Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда в это время в студии Алла Волохина и Александр Хабургаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня будем обсуждать 100-летие в ЛКСМ. Для многих людей с комсомолом связаны самые лучшие воспоминания о своей юности. Для многих это была школа жизни. Те, кто работал в комсомоле, обучались там организаторской работе, умели руководить людьми, вообще были активны. Уж олигархов оттуда сколько вышло. Да, да. Или даже, наверное, сказать по-современному, проактивными, да, то есть желающими и способными влиять на происходящее вокруг события и процессы. Ну, давайте теперь представим тех, кто еще сегодня у нас в студии. Во-первых, это Дарья Митина, первый секретарь ЦК Российского коммунистического союза молодежи. Дарья, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, вы ЦК Российский коммунистический, а Ленинский выпал, что ли, да? Мы, когда организовывали РКСМ, да, мы вернулись к старому историческому названию, потому что комсомол возник именно под названием РКСМ, вот для нас это было важно. Понятно. А что касается Ленинского, да, то, значит, аббревиатура ВЛКСМ, к сожалению, тогда мы при всем желании не могли ее принять, потому что союз распался, как бы назваться всесоюзным, это немножко такой юридический как бы нонсенс. Понятно. Ну, Дарья, позвольте, я сейчас... А сами-то вы, Дарья, извините, Саша, а ВЛКСМ застали? Еще как? Были комсомолкой? Я застала, но вы будете смеяться, комсомолкой не была. В 87-м году, когда мне исполнилось 14 лет, меня в ВЛКСМ не приняли. Замечательная формулировка из-за отсутствия коммунистических убеждений, это у меня-то. Вот, я была единственная на весь Бауманский район, такой ЧП, значит, районного масштаба, выражаясь словами замечательного нашего писателя Юрия Михайловича Полякова. Вот, и я тогда сказала директору, что вот теперь мне ваш комсомол не нужен, я буду сразу вступать в партию. Вот, директор покрутил пальцем его виска, типа, совсем девочка больная, ну, кто же минует комсомол, вступает в партию. Я говорю, ну, если такого раньше не было, то я буду первой. И не ошибаюсь. Ну, хорошо, а за что же не приняли вас комсомол? А совершенно, как говорится, по субъективной причине комсорг был сволочь, не сложились отношения, то есть, ничего, никаких политических, так сказать, причин. Чисто вот конфликт личностей, как говорится. Понятно, ясно. А что такое демократический централизм-то знали? Да, конечно. Понятно. Ну, давайте еще представим нашего коллегу Ивана Волонихина. Иван, добрый день. Добрый день, коллеги, добрый день, уважаемые радиослушатели. Дарья, добрый день. В рамках нашей программы невозможно рассказать обо всей истории комсомола, о тех людях, которые благодаря комсомолу стали тем, кем они являются сейчас. Но какие-то моменты, конечно, меня довольно сильно удивили. Например, я узнал, что председатель Центра сберкома Элла Асана Панфилова в свое время не смогла поступить в МГУ. По одной единственной причине у нее не были оплачены комсомольские взрослые. А я, кстати, сейчас, знаете, о чем вспомнил? Я когда в 1976 году поступил на эфологический факультет Московского университета, у нас был один-единственный некомсомолец на весь курс. Это был Олег Родзинский, сын Эдварда Родзинского. Ну, с таким папой трудно было не поступить, конечно. Так что бывало такое, бывало. Позвольте буквально два слова. Обращаюсь сейчас ко всем, ко всем, ко всем, потому что люди по-разному относятся к комсомолу. Есть такая клиническая часть, которая при слове комсомол партия сразу начинается какие-то корчи и так далее. Есть люди, которые начинают что-то вспоминать. Есть люди, которым просто все пофигу. И таких, к сожалению, все больше и больше с каждым годом. Но, друзья мои, не забывайте, что мы все ходим по их костям, по костям комсомольцев, которые погибли, защищая свое отечество. Мы ездим в метро, которое строили комсомольские бригады или по дорогам, которые возводили комсомольцы. До сих пор дымят трубы заводов бывших комсомольских строек. И несколько раз пытались разворовать все, что они создали для нас, и что-то еще осталось. Вот этого не забывайте. Друзья, мы тут сидели и вспоминали юность свою. Ну вот что интересно, Дарья, я напоминаю, кстати, что у нас в студии Дарья Митина, первая секретарь ЦК Российского Коммунистического Союза Молодежи. Комсомольцы всегда считались помощниками резервом КПСС, молодыми строителями коммунизма. Вот вы сейчас что строите? Партии-то нет, как же вы без нее-то? Коммунизм, нет, вместо коммунизма что? Во-первых, партия не то, что есть, а их, скажем так, прямо не одна. Раньше КПСС была одна, а сейчас только больших компартий четыре. Так, вы чей резерв? Мы ничей не резерв. Значит, сейчас в стране действуют четыре больших комсомола. Вот, монополии теперь как бы нет, да, и в том числе и на партийную жизнь. Вот, и коммунистическая многопартийность, это тоже факт. Извините, Алла, мне это очень напомнила, Василий Иванович, а ты за кого? Я за интернационал, а за какой? За третьим большевистский, так и здесь, да? Так, прошу прощения. Из четырех больших комсомолов три действительно припартийные, которые резервы, помощники и так далее. Вот, но я хочу напомнить, что когда все развалилось, и комсомол объявил о самороспуске в сентябре 91-го года, значит, сразу же собрался оргкомитет из тех делегатов самораспустительного съезда, которые были не согласны с таким решением. Их было всего человек 20, наверное, на весь, так сказать, делегатский корпус. И уже летом 92-го года собрался восстановительный съезд комсомола. Радио России. В студии сегодня Алла Волохина и Александр Хабургаев, и наш гость Дарья Митина, первый секретарь ЦК Российского Коммунистического Союза Молодежи, и наш коллега Иван Болонихин. Мы углубились в историю, вспомнили о том, как комсомол самораспустился, и что сейчас 4 наследника фактически у комсомола, у ВЛКСМ, 4 организации, которые имеют в своем названии, да, слово комсомольский. Да. Комсомольская комсомольская комсомольская. Мы, так сказать, самая старшая из нынешних комсомолов. Образовались мы в Питере, значит, на окраине Питера в рабочем общежитии, в такой совершенно революционной атмосфере. Вот. Нужно сказать, что КПРФ имени товарища Зюганова образовалась на месяц позже, поэтому мы при всем желании не могли быть ничем, так сказать, кадровым резервом и помощником. Вот. Мы старшая, извините, Зюгановской партии на месяц. Вот. И наш принцип был, это независимость от партийных структур политических. Да, у нас в наших рядах есть ребята-члены различных партий, и КПРФ, и РКРП, и Объединённая коммунистическая партия. Но мы делаем упор именно на беспартийную молодёжь, которой у нас большинство. Ну, а подождите, а скажите, вот ваша целевая аудитория, это кто? Молодёжь. Наша целевая аудитория – это молодёжь, которая, в общем-то, ещё не определилась, вот которая со своими политическими взглядами, то есть эти люди потом могут стать членами партии, могут не стать членами партии. То есть такая левая молодёжь, да? Левая молодёжь, то есть как левая, значит, для которых важны ценности социальной справедливости, вот то, что называется левыми ценностями интернационализма, материалистического мировоззрения, так сказать, атеистического, да? Вот это наша потенциальная аудитория. Это в основном младшие студенты, старшие школьники, так если по возрастным брать признакам. Вот. А потом, потом, значит, пройдя вот через комсомол, люди уже делают свой дальнейший выбор. А выбор, простите, в какую из четырёх коммунистических партий или как? Либо в какую-то из четырёх коммунистических партий, либо вообще ни в какую. Подождите, Дарья, вот мне непонятно одно. У нас, в общем-то, большинство населения беспартийные. Я понимаю, а почему вы как-то вот не сольётесь? У вас что, какие-то разногласия есть или что? Разногласия, ну, скажем так, не столько разногласия, сколько, наверное, исторические, так сказать, особенности нашего существования. Значит, скажу так, что вот из нашего РКСМ, который был долгое время перво-единственной, как говорится, потом выделились как раз крылья, которые, значит, именно заявили о себе как о кадровом резерве и помощниках разных партий. Так сказать, то, что называется сейчас ЛКСМ РФ, это кадровый резерв Зюгановской партии, то, что называется РКСМБ, это кадровый резерв Российской коммунистической рабочей партии. То есть у каждой партии свой комсомол, да? Да, и это, на самом деле, не простая какая-то вот дискуссия, да, о том, кому примкнуть и куда пойти дальше. На самом деле, если мы совсем углубимся в историю, да, и посмотрим, как комсомол возникал, да, вот вспомним исторический третий съезд РКСМ, где Ленин произнёс своё знаменитое «Учиться, учиться, учиться», которое впоследствии легло в основу, так сказать, его брошюрки, да, задачи союзов молодёжи. Там был жесточайший спор между Лениным и Троцким. Троцкий говорил о том, что комсомол – это верный помощник партии, её кадровый резерв и должен состоять из молодых коммунистов, молодых членов партии. Ленин был с ним категорически не согласен. Он говорил даже, несмотря на то, что в стране разруха, что нужна какая-то концентрация, так сказать, усилий, что нужно партийное руководство и так далее, Ленин настаивал на организационной самостоятельности комсомола. Организационной, кадровой, даже в какой-то степени идеологической, он говорил, что комсомол именно должен объединять молодёжь. И жить своей жизнью. А не молодых партийцев. Вот это была принципиальная позиция Ленина, и она победила тогда на съезде. Так, а сейчас вы придерживаетесь какой позиции? Сейчас, кстати, вот почему, так сказать, к вашему вопросу, почему мы не объединились, так сказать, и разделились. Неужели троцкисты среди вас тоже есть? Скажем так, вот, допустим, в той же Зюгановской партии, несмотря на то, что слово «троцкизм» там ругательное, вот это как равносельное матерщине, да. Но не троцкисты там окопались, вы хотите сказать, да? Тем не менее, тем не менее, что касается вот именно взгляда на молодёжную политику, Зюганов чистой воды троцкист. Потому что он повторяет дословно, так сказать, вот эту идею Троцкого, что комсомол – это кадровый резерв помощник. Мне кажется, что это как у Ильфа и Петрова. Если бы Остап знал, что сыграл защиту Филидора, он бы искренне удивился. Да, если бы господин Журдем знал, что он разговаривает прозой, да? Да, да, да. Дарья, ну хорошо, вот в ЛКСМ строители коммунизма, у вас какая главная идея? Конечно, строительство коммунизма – это идея, которая была и остаётся главной, потому что она, в общем-то, не достигнута. А что, шансы есть? Подождите, вы что, верите? Есть шанс построить коммунизм? Конечно, вера – это к попам, как говорится. Да, значит, коммунизм, он основывает свою деятельность именно на, так сказать, материалах научного знания. Нет, ну логично, потому что система мирового капитализма разваливается у нас на глазах. Алла, тут вот как ни крути, а вот мы это видим. Ну, можно иронизировать над этим, но не нужно забывать, что примерно от четверти до трети человечества живёт при левых, так сказать, режимах социалистических и коммунистических. И здесь можно назвать десятка два стран, помимо, так сказать, Китайской Народной Республики. Ну, Вьетнам, например, который тоже стремительно растёт. Вьетнам, Лаос, Шрила. Едешь по Вьетнаму – и сделай. Ну, подождите, ну, главный принцип каждому по потребности и от каждого по труду ни в одной из стран не соблюдается. Пока нет, а ещё ни одна страна не достигла коммунизма. А социалистический принцип другой, там от каждого по способностям, каждому по труду. О, кстати, Дарья, а извините, а в Китае комсомольцы есть или там только партия? Там не только комсомольцы есть. Я вам больше того скажу. Мы, значит, один раз встречались с делегацией комсомольской провинции Шаньдун. Это маленькая-маленькая, по меркам Китая, провинция. Ну да, там миллионов 150, да? Там миллионов 150, из них 80 миллионов – это члены комсомола Китая. Вот они приехали и сказали, вы нас извините, мы, в общем-то, маленькая организация, всего 80 миллионов, значит, членов. Вот, а у нас даже в лучшие, значит, наши года было где-то 35 тысяч вот на всю Россию. Итак, вы имеете в виду с РФСР. Да, 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 да. Да, поэтому, значит, вы так исходительно покивали и сказали, что мы вас понимаем. Вот, Дарья, давайте теперь к главному вопросу подойдём, потому что Павку Корчагина никто не придумал. Павки Корчагина действительно были, есть, и мы их в наших дедах узнаём, и бабушки про них рассказывали. Тут уже это объективные факты, никуда не денешься. Но я, например, застал в 70-х годах уже вот этих вот жирных таких комсомольских котов из ЦК ВЛКСМ, которые ездили по заграницам, которые пользовались благами. И вот именно тогда они, кстати, очень стеснялись в гостях где-нибудь признаться, откуда они там, кто где работает или где числится, как-то комплексовали по этому поводу. Так, может быть, вот дискредитация комсомола тогда началась, вот в эти застойные 70-е годы? Ну, я так скажу, что комсомол – это, в общем-то, не какая-то вещь в себе, это срез общества. Какое общество, такое и комсомол. Поэтому рассматривать его как-то в отрыве – это, в общем-то, неправильно. И поэтому комсомол, он болел теми же самыми болячками, теми же самыми болезнями, которым болело общество. Там были герои, там были, так сказать, вот, как говорится, крепкий среднячок, там были и подонки, безусловно, вот, были, так сказать, карьеристы, и бюрократы были. Это, в общем-то, то же самое, те же самые процессы были в любом обществе. Я, так сказать, вспоминаю своего деда, который тоже ездил по заграницам, не будучи никаким комсомольским функционером, он просто был перспективным молодым инженером. Вот, и, кстати, на все намеки, что надо вступить там в комсомол, в партию, он долгое время, так сказать, отвечал отказом, он говорил, что мне не до этого, потому что мне не до собрания, мне надо наукой заниматься. Вот, точно так же ездил за границу. Вот, что касается разложения комсомола, да, это объективный факт, это, как бы, те процессы, которые шли в обществе в целом. Их можно было, так сказать, наблюдать в любой социальной среде. Вот, и поэтому как-то выделять особенно комсомола я бы не стала. Подождите, вот когда вот эта вот гниль пошла, и когда это, и из-за чего, главное? Ну, вам дату, что ли, назвать, Саш? Нет, не дату, потому что, а что послужило причиной? Ну, во все времена, Саш, были, действительно, как Дарья говорит, во все времены были разные люди, которые стремились через комсомол к власти. Но когда уже вот это... Загнивание комсомола шло параллельно с загниванием и Компартии, и страны в целом. Ну, у каждого, как говорится, своя датировка. Кто-то датирует вообще с 56-го года, с 20-го съезда, да, с разоблачительной речи Хрущева. Кто-то датирует, значит, с 85-го года прихода власти Габрачева. Кто-то, так сказать, с позднебрежневского периода. Это все зависит от, как говорится, взглядов и метода, так сказать, отсчета. Ну, моя точка зрения, если интересно, это конец 70-х. И с чем связано? Это связано... Здесь очень много можно говорить. Можно говорить до утра. С чем вообще связана гибель СССР? Вот, мне кажется, что это трагическое сочетание и внешнего фактора, и внутреннего. У нас очень как-то принято гипертрофировать вот внутренний фактор, что якобы Союз развалился, потому что он не мог не развалиться. Вот, на самом деле, куча всяких экономических подсчетов, значит, экономических исследований, вот, социологических исследований говорят о том, что Союз прекрасненько мог и не развалиться, да. Вот, например, Китай не развалился, хотя там шли те же самые процессы, и они точно так же слушали доклад Хрущева, да, в 56-м году. Куча коммунистических партий Европы, они развалились именно и раскололись после вот этого съезда. Китайская не раскололась, много других не раскололось. Поэтому мне кажется, что действительно вот этот фактор субъективный, да, предательство, перерождение элиты, он имел тоже огромное значение, помимо, так сказать, объективных экономических трудностей. Экономические трудности, они были, так сказать, на всем земном шаре. Это понятно. Дарья, давайте два слова еще Ивану дадим. Мы сейчас выяснили с Дарьей, что мы ровесники. В 87-м году мне тоже было 14 лет, и как раз был период, когда можно было вступать в комсомол. И, Александр, то, что там в конце 70-х в Брежневске застой, да, там вот понимаю ваши сейчас чувства по отношению к тому комсомолу, к этим комсомольским котам, как вы сказали. Ну, разные чувства, да. Вот мы с Дарьей уже были в тот период, могли вступить в комсомол, когда была эпоха перестройки, была эпоха гласности, была надежда на какие-то глобальные перемены в стране, был запрос на молодые действительно умы. Я вот помню тогда, действительно, прочитал эту книгу Поляковой. Помните, главный герой, это почему он не вступил в комсомол? ЧПР-масштабы, да? Да-да, почему он не вступил в комсомол? Он говорит, потому что все вступают. Его спросили, почему ты вступаешь в комсомол? Он говорит, все вступают. Его не приняли в комсомол, и он после этого устроил вот этот вот бардак в райкоме. Вот, и вот то же самое здесь. Вот это апатия. А вот сейчас, между прочим, у людей, когда, у молодых людей, когда они видят, что вокруг них общество потребления, нету каких-то высоких идеалов, нету каких-то действительно вот этих ударных комсомольских строек, нету какой-то... И Дарья сказала ключевое слово – справедливость. Отчасти это тоже, да. И поэтому молодежь, она действительно, получается, у нас какая-то бесхозная. Я не знаю, нужна ли здесь какая-то идеология, не идеология, но то, что многие молодые люди уходят в какие-то, ну, скажем так, вот прямо экстремистские там или... Да и даже в ИГИЛы уходят. Ну, да, да, да. Это же все почему. Ну, молодежь, ну, бурлит молодая кровь, конечно, хочется чего-то, каких-то свершений. А что им предлагают взамен? Гамбургеры? Вот совершенно правильно вы сказали, вы упомянули эту книжку ЧП районного масштаба. Вот к чести Юрия Михайловича Полякова, это, кстати, очень редкое качество, люди редко рефлексируют над тем, что они сделали, редко признают свои ошибки. Я читала одно из его интервью, и он прямо-таки сказал, что если бы можно было повернуть время вспять, то я бы этой книжке не написал, потому что тогда мне казалось, что я описываю какую-то окружающую меня реальность. На самом деле я, конечно, краски, безусловно, сгущал и прибегал к гиперболе. Вот и сейчас я уже понимаю, так сказать, посмотрев, как говорится, что имеем, не храним, потерявши, плачем, посмотрев, сравнив с тем, что сейчас происходит, я бы эту книжку не написал, потому что я понимаю, что я невольно поучаствовала в этом как бы развале. Дарья, какая батарея капитана Тушина, про которую забыли, она полит себе полит и строит коммунизм по-прежнему, нет? Ну, она, скажем так, я уже говорила, что на четверти земного шара она полит вполне себе успешно. Спросите у китайских, кубинских, корейских, каких угодно. В Латинской Америке левая идея, кстати, очень популярная. Кубинских товарищей, да, так что, в общем-то, в неравных условиях, при том, что сейчас мир-то, в общем-то, уже однополярный из-за, так сказать, падения СССР, тем не менее, ну, в общем-то, где-то и без нас справляются. Не поспоришь, Дарья, действительно, у молодёжи как-то вот всё-таки сейчас они на себе-то больше сосредоточены, чем на каких-то коллективных устремлениях. Они очень по-разному сосредоточены. Ну, вот, например, если бы социолог сказал, что, допустим, молодёжи больше, чем в какой-либо другой возрастной группе характерен радикализм, да, совершенно не обязательно это левый радикализм, да, это может быть правый радикализм, это может быть радикализм такой асоциальный, да, вот в криминал молодёжь уходит. Я бы ещё послушал, но, извините, когда мне рассказывают, что молодёжь исповедует социал-демократические ценности, ну, простите, я вот кроме как, так сказать, громко заржать ничего не могу. Так они не знают, что это социал-демократические. Они не знают, что это такое, да, и как бы... Подождите, Дарья, они действительно хотят стать кто-то топ-менеджером, кто успешным предпринимателем, ездить на хорошей машине, и всё, вот ради этого они живут. Ну, я бы не сказала, что это социал-демократические ценности. Ну, это что плохо, что ли? Это ценность, так сказать, общества потребления, да? Да, а что же у нас такое ещё сейчас строится? Мягко говоря, не тождественно социал-демократия. Ну, у нас и строится. Вопрос, вот в ЛКСМ проводили массу мероприятий огромных, да, там все электростанции построены с помощью комсомольцев, там, не знаю, Днепрогресс, Магнитка, Кузбасс и так далее. Чем вы сейчас занимаетесь? Вот РБАШ и РКСМ. Строите что-нибудь? Вообще, что вы делаете? Ну, мы строим в рамках студенческих отрядов. Есть такие, значит, у нас комсомольцы, которые активно участвуют в студенческих отрядах. Вот они не обязательно чисто комсомольские, значит, они могут быть, так сказать, и на беспартийной основе, безусловно, потому что сейчас, к сожалению, комсомол не обладает, так сказать, государственным ресурсом, поэтому встраиваемся в то, что возможно строится. У нас есть свои собственные проекты, вот, и культурные, и просветительские, и, значит, обширные международные связи, безусловно. А строите что вы вот этими отрядами? Ну, строят государство. Строят государство, да, значит, а наши комсомольские ячейки работают в этих строительных отрядах. Вот, на самом деле, это не только... Ну, что, на свои деньги что строят? Это не только объекты народного хозяйства, да, это и реставрационные работы. Ну, и комсомол не на свои деньги строил. Это и реставрационные работы. А начи, но государственные. Ну, так сейчас-то государство не даёт денег на стройки молодящих? Нет, так я спрашиваю, там люди конкретно строили. Вот я пока пытаюсь... И сейчас люди конкретно строят. Просто, как бы, любое масштабное строительство – это прерогатива государства, да, так сказать. Раньше это было в рамках, допустим, ВЛКСМ комсомольских строек, вот теперь это просто, как говорится, молодёжные стройки, но комсомольцы в них участвуют. Но самое главное, мне кажется, что, значит, сейчас, что нам по силам, да, вот что мы можем без помощи государства, а во многом даже вопреки ему, это, конечно, просветительство, это, значит, лекции, это семинары, это киноклубы показывают людям, так сказать, фильмы, да, с правильными комментариями. Вот, это, кстати, очень популярно. А какие фильмы показываются? Любые фильмы, понимаете? Значит, сейчас, условно говоря, ну, есть, допустим, телеканалы, которые занимаются кинопоказом, да, их мало в основном, значит, вот эти все глупые ток-шоу, которые не уму, не сердцу. Нет, почему? Старых фильмов много в эфире. Да, значит, ну, киноклубы, это, как они проходят? Это демонстрация кинофильма и потом обсуждение, да, дискуссия. Дарья, ну, давайте про кино сейчас не будем, потому что у нас осталось буквально две минуты, я хочу вам очень конкретный вопрос задать. Давайте. Вот смотрите, многих комсомольцев предали и бросили, как строители БАМа. Просто их бросили там в лесах, в тайге. Вот вам, пожалуйста, проект, большой социальный проект, своих не бросаем. Вот такими вещами вы занимаете. А люди там, кто спивается, кто что, ведь им же обещали золотые горы, они ехали туда, бросали города. На самом деле, действительно, государство бросило не только этих людей, в общем-то. Оно оставило как бы своей заботой, да, практически все общество, конечно. Вот, мы своими скромными силами, значит, работаем с этими людьми. Это не только ветераны в ЛКСМ, это, в общем-то, люди и социально неимущие, которым мы стараемся помогать. Вот, собираем деньги и на благотворительность, и на какие-то проекты вот именно для пожилых людей, которых действительно оставило общество, и которые пополнили собой ряды обездоленных. Вот, ну, для этого нужно как бы обоюдное, да, стремление. То есть, отнюдь не все готовы принимать такую помощь, так сказать. Но, тем не менее, очень многие готовы, и, так сказать, это те люди, которые действительно, так сказать, поддерживают нас и идеологически, и морально, и понимают, что мы делаем правильное и нужное дело. Вот этих людей действительно много, и очень много этих людей сегодня действительно отмечают столетие в ЛКСМ, потому что считают это своим праздником, несмотря на то, что они прекрасно понимают, что государство, так сказать, оставило не только их, оно, в общем-то, сняло с себя большинство социальных обязательств по отношению к собственному населению. Вот, и все, так сказать, неолиберальные реформы, они прошлись, в общем-то, по всему обществу, и не только по пожилым людям, но и, прежде всего, по молодежи, которую, в общем-то, лишили будущего. Вот, и мы это все прекрасно, конечно, понимаем. Наша организация, вот как Российский Коммунистический Союз Молодежи, нельзя сказать, что, так сказать, нас тьмы и тьмы, и тьмы, да, нас несколько тысяч человек, но, тем не менее, в нынешней ситуации, да, вот даже, условно говоря, десяток активистов в небольшом городе, он может сделать многое. Понятно. Подождите, пожалуйста, вот я сейчас даже не вас беру конкретно, а вот левые настроения молодежи, у кого все-таки превалируют? У тех, кто на рабочих специальностях, у офисного планка ТОНа. У студенчества в основном. Студенчества? Да, с рабочей молодежью плохо, и это, как бы, наверное, болячка всего нашего общества, потому что деклассируются рабочие. К сожалению, время наше подходит к концу. В основном студенчества. Да, наверное, все по-разному будут вспоминать сейчас это время, но, друзья мои, как ни крути, а вот все, что сейчас создано, во многом создано руками комсомольцев. Так что, с днем рождения, комсомолки. Спасибо всем и до свидания. До свидания. Специально для Радио России